Донские аграрии завершают осенние полевые работы. В этом году подозимые площадь увеличили. Будет засеяно почти 2,5 миллиона гектаров. По прогнозам областного минсельхоза, работы должны успеть завершить до наступления морозов. Наш корреспондент Сергей Морозов отправился в Когольницкий район и узнал, совпадают ли прогнозы министров с реальными делами. Хоть и медленно, всего 4 километра в час, комбайн уже заканчивает уборку свеклы на поле в Когольницком районе. Осенние сельхоз работы в этом хозяйстве подходят к концу. Вместе с уборкой заканчивается и посевная. В этом году в хозяйстве подозимые культуры отвели почти 7 тысяч гектаров. Однако сеют не только традиционные пшеницу и ячмень, но даже рапс и впервые лен. Лен, рапс, они на сегодняшний день очень востребованы. У нас в этом году посеяно в пределах около 1000 гектаров озимого рапса. Будем надеяться, что зима будет способствовать хорошим условиям ее перезимовки. Но эта культура очень рентабельная. У нее рентабельность до 150%. Свои первые итоги подводит и район. Засуха, а в этом году она была и почвенная, и воздушная, повлияла не только на сбор урожая. Посевную крестьяне начали позже. На сегодняшний день мы посеяли 38 тысяч гектар озимых. Ну, в прошлые годы на эту дату уже было около 45 тысяч. Это где-то вот практически на 10 тысяч мы отстаем. В этом году утруженики района хотят посеять чуть побольше озимых. В Каганинском районе под озимые отвели 50 тысяч гектаров. В прошлом году цифра была скромнее, всего 45. Увеличение посевных площадей – общая тенденция для области. В этом году из-за погодных условий средняя полоса России не выполнила план посеву озимых. Аграрии юга видят в этом экономическое преимущество. Для урожая 2011 в Ростовской области планируется посеять 2,4 миллиона гектаров озимых. Это на 170 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Донские аграрии говорят, несмотря на сложные погодные условия, в этом году севозимых пройдет в максимально допустимые сроки и закончится уже к началу ноября. Сергей Морозов, Сергей Лютов, Вестидон, Каганинский район.